Для исследования мозга, либо для решения каких-либо практических задач, которые необходимы врачам, здесь можно использовать различные датчики или сенсоры. До сегодняшнего дня, например, для контроля внутричерепного давления использовались и используются ряд немецких сенсоров. Я расскажу, как они применяются, и далее расскажу о том датчике и сенсоре, который разработали мы. Так вот, для чего нам вообще измерять нужно внутричерепное давление? А дело в том, что если вдруг человек попал в аварию, либо шел и просто упал, и стукнулся головой, и в голове возникла гематома или попросту синяк, то эта гематома может угрожать головному мозгу. И очень серьезно. И нужно отслеживать, растет эта гематома, либо уменьшается. То есть отслеживать динамику, развить ее в головном мозге. На сегодняшний момент, независимо от того, новорожденный ребенок, либо средних лет человек, либо пожилой человек, существует только один метод. Делается отверстие непосредственно в головной коре, и прямо в мозжечок головного мозга, чтобы вы понимали, это практически в центр нашего головного мозга, помещается специальный датчик, который контролирует изменение давления внутри головного мозга. Чтобы понять, насколько это опасно, вы должны почувствовать, что любое движение, неправильное движение в мозжечке нашего головного мозга может привести к смерти, может привести к непоправимым нарушениям, к параличу, или просто человек становится как растение. И прежде чем сделать такое вмешательство в головной мозг, близкие или родственники подписывают специальную бумагу о том, что они предупреждены о последствиях. Не делать этого тоже нельзя, потому что для того, чтобы что-то вылечить, нужно поставить диагноз. Других способов нет. Существует еще другая опасность, что в результате того, что так глубоко в мозг помещается практически инородный механизм, то через отверстие может попасть любой вирус. А любой вирус, соответственно, может привести к тем же фатальным последствиям внутри головного мозга человека. И чтобы решить эту проблему, к нам обратились нейрохирурги и поставили перед нами задачу, что нужно как-то минимизировать риск воздействия на головной мозг и решить эту ситуацию. Более того, что ситуацию нужно контролировать в течение дня и от 1 до 30 дней. То есть, создавая какой-либо прибор, мы должны понимать, что он может находиться в течение 30 дней внутри головного мозга, и при этом он должен идеально работать, не нанести вред и не подвержен быть никаким воздействиям. Такие задачи были поставлены. И почему они были поставлены нам? Потому что несколько лет назад в нашем научно-образовательном центре нанотехнологии или, как его многие знают, как Центр микроэлектроники и диагностики была разработана сверхчувствительная мембрана. И эта мембрана позволяет улавливать различные колебания окружающей среды, в том числе мы говорим о головном мозге, значит, это колебания жидкости, в которой находится наш мозг. Эта жидкость в науке называется ликвар. На самом деле, еще несколько лет назад ученые не понимали, есть ли колебания в головном мозге или нет. Потому что интуиция подсказывала, что должны быть колебания в головном мозге. Но когда делали отверстия в черепной коробке, то оказывалось, что колебаний нет. И только когда сделали эксперимент на собаке, вырезали кусочек черепной коробки и вместо нее вживили специальное стекло, то оказалось, что когда у нас закрытая черепная коробка, то колебания происходят. Как только мы делаем какое-либо отверстие, то мозг как будто бы забирает, и колебания становятся практически неуловимы. То есть той аппаратурой, которая существовала на тот момент, мы не могли их уловить. И только благодаря развитию микросистемной техники, нанотехнологии, потому что мембрана – это новый материал, обладающий особыми свойствами, возникла возможность получить тот датчик, который я готова вам сегодня показать. Итак, у меня в руках находится датчик. Он в единственном экземпляре. Пока что это еще опытный образец. Мы еще проводим все необходимые испытания. Вы можете видеть, что он буквально несколько миллиметров. И главная его особенность, что он не затрагивает наш мозг вообще. Он помещается всего лишь на несколько миллиметров в ликвар. То есть действительно делается отверстие в черепной коробке. И дальше этот датчик, не затрагивая ничего, помещается в жидкость, которая называется ликвар, и регистрирует изменения внутричерепного давления. Регистрирует он с помощью той самой мембраны, которую я сказала, по принципу действия марлечки. Если вы возьмете трубочку, оденете на нее марлечку, и будете наливать воду, то вы увидите, что она выгибается то в одну сторону, то в другую. По такому же принципу работает и наша мембрана. Далее к этому датчику, уже на поверхности, будет присоединен катетер. Катетер – это обычный медицинский аппарат, так называемый. Здесь мы ничего не изобретаем. Он уже давно проверен, и материал, и его способности. Это будет гибкий катетер, который будет присоединен к регистрирующему устройству, и все колебания жидкости будут переведены в электрические сигналы и выведены в виде необходимых нам данных на миниатюрный экран. Более того, мы решили еще и такую задачу, что в свете того, что этот датчик совсем имеет малые габаритные размеры, соответственно, и отверстие будет тоже небольшое. Для того, чтобы непосредственно в отверстие в головной коре не попадали вирусы, тоже будет специальная защитная мембрана, которая будет изолировать проникновение чего-либо непосредственно в головной мозг. Таким образом, как только мы наш датчик запустим в производство, человечество получит уникальную возможность диагностировать состояние головного мозга после различных повреждений, не затрагивая сам головной мозг. Для того, чтобы разработать какое-либо устройство, необходимо понимать, что оно работает и работает правильно. Для того, чтобы разработать датчик для контроля внутричерепного давления человеческого мозга, необходимо, соответственно, проводить эксперименты, тестирование этого прибора на человеческом мозге. Как вы понимаете, на живом человеке различные эксперименты запрещены, а находиться изо дня день в день в морге, ну, не каждый ученый это выдержит. И тоже, честно говоря, тяжело, потому что у нас высокочувствительная аппаратура, у нас необходимы специальные чистые лаборатории. Вы видели, что даже датчик я у себя на руке держала в коробочке, потому что как только мы говорим о нано- и о микроразмерах, это сразу вы должны понимать, что такое устройство и такой материал можно сделать только в специальных сверхчистых лабораториях, где класс чистоты порядка А1. Потому что как только каждая пылинка, она все равно, что булыжник, который падает на ваш палец. То же самое, любая пылинка, она также соизмерима с нашими наноразмерными приборами. Так вот, для того, чтобы все же проверить нам наш прибор и вообще отработать его деятельность правильную, мы, будучи физиками, а не медиками, озадачились, на что же похож мозг. Как вы думаете, когда вас спрашивают, на что похож мозг, что рисуется в вашем воображении? У кого-то рисуется грецкий орех. У кого-то рисуется качан капусты. А на самом деле мозг похож на желе. После того, как мы радостно поняли, что сымитировать мозг можно с помощью простого желе, то, соответственно, гематому в мозгу можно сымитировать с помощью желе с клубникой, например. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok